Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Олег Зверев, владелец сети магазинов Касабланка. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! Ну и по совместительству, я так понимаю, замечательный мастер, который занимается реставрацией старинных и современных изделий из дерева. Да. Все верно. Вот что вы принесли с собой, расскажите, пожалуйста. Что из этого антиквариат, что из этого может быть сувениры? Это воспоминание о путешествиях. Наверное, самое главное, нужно начать с того, что Олег очень любит путешествовать, и каждый раз возвращаясь, он привозит какую-то часть декора, наверное, которая является отображением, ну, может быть, или напоминанием о том, что в каждой стране есть свои какие-то... Вот я предлагаю послушать нашего гостя как раз. Да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Природа подарила человечеству очень интересный материал, чудесный материал – древесина. Древесина используется везде, всюду, в мебели, в интерьере, в домах. Ну и радует нас в виде каких-то сувениров, подарков, интерьерных вещей. Вот. А это какие-то редкие породы дерева? Да. Скажите, что за дерево здесь у нас представлено? Поскольку любитель путешествовать, знаешь, и магазины, которые, магазины, торгующие древесиной за границей, используют очень ценные породы древесины. Такие как тик. Это что такое? Что у нас здесь тик? Из тика нас представлено вот в виде этого слоника, да. Ага. То есть вот он такой темный, да? Его фактура действительно темная. Нет. Хочу вам показать образец тик. Ага. Может быть золотистого желтого цвета и золотисто-буроватого цвета. Это уникальная древесина. Она содержит в своем составе немного латекса и самое главное тикового масла, которое обеспечит у нее уникальные свойства. А именно долговечность, крепкость, пластичность. И для таких стран, которые находятся в условиях тропического климата, как там Юго-Восточная Азия, они просто на нее умолятся. Многие женщины, кстати, говорят, одинокие женщины, подходя к тиковому дереву, они его обнимают и становятся, перенимают гибкость. Вот как раз. И в свою жизнь они пускают любовь. Говорят, тик приносит вот именно... А каким-то образом свойства древесины меняются, когда они из своего родного климата в дерево попадают в наш, допустим, холодный, влажный? Да. А это одна из важных проблем. Вот. Как с ней бороться? Тогда давайте расскажем. Поскольку страны Юго-Восточной Азии находятся в условиях муссонного тропического климата, где высокая влажность, она может быть в сухой период достигать минимум 50%. А в наших условиях мы, то есть россияне, которые живут в квартирах, отапливаем их. Отопление, да. У нас наоборот суша получается. У нас неотопительный сезон, это летний период, теплый период. Влажность может повышаться до 100% помещения. Так и что происходит с деревом, вот с тиком в данном случае? При повышении влажности, знаешь, дерево немножко набухает. Немного набухает. Но самое страшное происходит, когда становится сухо в помещении. В отопительный сезон, который уже стартовал у нас в Петербурге, знаешь, влажность в помещении постепенно падает, падает до критических значений. А вы принесли с собой в лакомир, я так бы смотрела. Я, в частности, взял гигрометр лосяной. Для сауны. Показывает, ну и можно использовать в сауне. Вот видите, синтетический ролл здесь написано. Он показывает, что в студии сейчас влажность около 40%. И в вашей мастерской обязательно такой гигрометр влезит? Обязательно, везде и в магазинах. Какая в норме должна быть влажность? Оптимальная для жизнедеятельности человека считается около 60%. А для сохранности древесины? А для сохранности, вот это уже очень сложно, так сказать. Для каждой породы дерева, наверное, своя, да? Нет, есть понятия такие, как сухость древесины. Абсолютно сухой древесина считается, древесина с влажностью меньше 12%. Давайте древесный цикл не затрагивать и не будем рассказывать о том, как деревья появятся. Давайте расскажем, какие еще породы деревьев у нас на столе представлены. Древесина, вот я принес срез древесины показать. Это что? Это срез тропической акации, у нее много названий, соманея, манки-пот, рейн-вуд. Манки как? Манки-пот. Обезьяний стручок, дословно переводится, потому что стручки, когда вызревают, ими лакомятся обезьяны, ему дают на корм скоту. А рейн-вуд, потому что эти стручки, когда усыхают полностью, и появляется свобода в бобе, и во время сильного ветра все бобы шатаются и шелестят, и имитируют собой звук дождя. Поэтому рейн-вуд называют. Знаешь, обычная древесина, многие породы рейн-вуд, можно при срезе увидеть следующую картину. Сердцевина, ядро и заболонь. Дальше уже идет живой слой, кадми и кора дерева. И вот в работу идет какая часть? Более интересная, конечно, сердцевина, более темная. Разверните, пожалуйста, на нашем телезрителе, покажите, чтобы все вы видели, и срезы как раз. Вот сердцевина здесь находится не совсем по центру, совсем не по центру. Да, смещена. От нее расходятся уже такие кольца. При высыхании древесины уходит влага, свободная влага, которая находится в внутриклеточном пространстве, и поэтому возникают какие-то напряжения, и древесина рассыхается и трескается. Олег, я просто предлагаю, чтобы у нас наш мастер-класс не превратился в такой фигурок ботаники. Давайте мы ботанику параллельно и все-таки попробуем отреставрировать или что-то сделать с фигурами, которые вы принесли. Начните, наверное, символ следующего года. Вот уже символ с отломанной ногой. Пожалуйста, с чем может столкнуться любой покупатель магазина или человек, который приобрел эту вещь, привез издалека. Например, лошадка. Это привезена тоже из Юго-Восточной Азии. Она сделана как раз из этой древесины. Но лошадка хрупкая, лапка хрупкая, она обломилась. На каком этапе, неизвестно. Лошадка обломилась или лапка обломилась. Вот давайте расскажем, что делать. Ее можно приклеить. Это самый простой способ. Самый простой способ приклеить, и надежный, быстрый, можно использовать суперклей. Суперклей. Он в разных видах выпускается. Вот фирма Момент, Супер Момент, Супер Клей. Ну и различные, да-да-да. Он на основе циана акрилата. Это такое вещество, которое было во время Второй мировой войны синтезировано. И потом, впоследствии, в 50-х годах, начало массовый ход. Ну вот давайте приклеим ее, да, может быть, сразу. Я сразу хочу рассказать. Это клей особый. Он клеит мгновенно, но для этого нужно несколько условий. В частности, он полимеризуется, но при наличии слабощелочных агентов, которые можно использовать в качестве этого агента обыкновенную воду. Для этого мы берем сначала... Это вода? Да, чистая водопроводная вода. Макаем ножку. Если крупный предмет, можно его обмакнуть, можно тряпочкой влажной или губкой. Убрать лишнюю воду. То есть очень важный момент. При склеивании древесины мы сначала должны намочить вот эти вот места склейки. Ну, лошадка захотела попить, да, ее намочить. Для полимеризации. Теперь извлекаем этот клей. Осторожно, нужно быть, не пролить, потому что при попадании на чистый хлопок повышается температура и может возникнуть ожог. Наносим клей. При попадании на кожу можно обжечься? Если попадет на кожу? Если попадет на органические соединения, такие как хлопок, стружки... Ну, просто можно испортить одежду. Повышается температура. Спортит это одно... По-любому, да. Теперь, посмотрели, мы разровняли клей на одну поверхность. Вторая поверхность у нас. Уложена слегка. Давайте я попробую. И нужно очень четко попасть, потому что, если вы промахнетесь, не получится уже второй раз. Да вы что? Да. Прижать. Лена, так как получилось. Прижать. Так, ну вот, и остался видный, достаточно заметный вот этот вот слом. Щель осталась все равно. Да. Дальше мы будем... Стык известен, да. Стык вы будете как-то теперь маскировать. Для того, чтобы его закрыть, можно использовать, допустим, наждачную бумагу, для того, чтобы выровнять слой. Я рекомендую использовать... Обычную наждачку. Наждачку, допустим. Мелкую. У нее есть номера, определенные международные номера, которые соответствуют определенной зернистости. Не, ну, многие сейчас потянутся просто в свою кладовку и достанут крупную какую-нибудь зерновую такую наждачку. Какая именно, ну, чтобы... Без фанатизма, да? Чтобы не повредить силе нашего лошадка. Я рекомендую использовать, допустим, с номерами международными 100 или 150-108. От 100 до 80. Ну да, она такая не слишком грубая. Да, совсем 150, совсем не... Первичная обработка... Сувенир находили. Вот, например, мы берем, отрываем номер 100. Скажите, а вот символ лошади, что означает вообще? Вот во многих странах, понятное дело, что это, ну, во-первых, перевозят грузы, домашнее такое животное, хорошее, друг, все. Есть какой-то еще... Это какой-то тотем лошадь или нет? Первую очередь это движение вперед. И выносливость. Выносливость, безусловно, да. А, то есть вот мы верхний слой... Верхний слой выравниваем. Она была отлакирована, да? Это дерево было отлакировано когда-то? Нет, это воск. Это воск. То есть получается, что вот эту процедуру сейчас вы опять проделаете. Да, ну я... Давайте, чтобы сэкономить время, я вот эту одну поверхность отшлифую. Так. И воск, я так понимаю, у вас... Вы сегодня принесли несколько баночек с веществами. Вот это воск, да? Да, вот воск. Что за воск? Это ведь какой-то тоже специальный, правильно? Не свечку живую посмотреть? Это паркетный воск. Паркетный воск специально сделан для дерева. Да, запах типический такой, да. Запах не тяжелый. Если его положить на древесину, обычно, вот я сейчас покажу на примере среза дерева, если положить его на заболонь и на сердцевину, мы получим разные оттенки. Сердцевина становится более темной, а заболонь немножко коричневой. Ну и какое-то время он должен высохнуть, чтобы мы уже поняли, какой цвет приобретет дерево. По типу обувного крема 10-15 минут. У зеленого, зеленоватый оттенок. Может быть, освещение так падает. Ну и после того, как мы приклеили, отшлифовали... Можно я попробую? Да, попробуйте положить, посмотрим, как получится. Я вас хочу предупредить, что... Достаточно воска, да? Да, даже много. Можно убрать лишнее. Хорошо. Так. На эту поверхность положить. Так. Вот. И какое-то время мы теперь ждем, да? Да. Сколько времени? В принципе, воск впитался сразу туда, но полное высыхание у него наступает минут через 15-20. Но полоска-то вот эта осталась. Что нужно делать? Да. Дальше. Дальше можно... Мы уберем ее? Да. Ее будет не видно? Можно взять воск, который оттонирован битумной краской. Ага. Вот он. Он уже жидкий. Темненький, разжижен. И тоже можно даже этой же кисточкой. Они дружат, да? В движении. Да, они совмещаются. Сначала кисточку, ну, как обычно делают художники, пробуют на... На палитре, конечно. И потом наносят, тонируют потемнее. Ага, но уже вот против... По волокнам. По волокнам. Олег, вы помните первое изделие, которое вы привезли из-за границы, которое вас вдохновило как раз из дерева? Что это было? Ну, это было очень красивое панно, вырезанное с единого куска дерева, с изображением, этническим изображением. Откуда вы его привезли? С Таиланда. С Таиланда. Да, вот смотрите, практически стык уже не виден. Ну и растираем мы еще. А клей уже схватился. Клей, да, все достаточно крепко. Не боясь. Ну и здесь потом более позднее, попозже, когда уже высохнет. Давайте покажем на камеру, чтобы было видно. Можно еще потемнее сделать. Потемнее, да, еще подкрашу? Немножко потемнее. Да, только кисточку. Настоящая ювелирная работа проводит. Да, здесь. В мастер-классе. Иногда мне приходится использовать и настоящие ювелирные очки. Увеличение, да? Вы мне напоминаете Индиану Джонсу, знаете? Это человек, который находит какие-то такие редкие экспонаты, привозит их в Петербург. Так, и остатки мы снимаем, да, вероятно? Возвращает им, дает вторую такую молодость и жизнь продлевает. Ведь многие, действительно, привозя из дальних стран или, может быть, из путешествий, черепах каких-то там, пепельницы, вот у меня есть какая-то летучая рыба, всегда следует на то, что дети, может быть, сломали еще, а хочется воспоминания продлить. Поэтому сегодня, вот мастер-класс, мы пригласили нашего замечательного профессионала, который рассказывает как-то. Так, ну что? Такой пример, да? Лошадка у нас практически выздоровела. Но вот еще у нас есть предметы. Вот мне нравится вот эта композиция «Слон в домике». Будьте добры, поясните, что это за... Да, и главное, что вы сказали, что все вот эти вот предметы, которые вы принесли, у них у всех есть какой-то изъян. Вот я, например, здесь изъяна не вижу. Так. И здесь изъяна я не вижу. Что мы будем здесь реставрировать? Надо поцеловать игрушку, это заколдованный принц стоящий, понимаешь, вот женщина. Знаешь, здесь перед вами попа-слона, который представляет оберег. А, вот эту трещину мы будем, да, реставрировать? Да, здесь, к сожалению, дерево тоже, видите, вот оно с сердцевиной внутри. Это оберег от неудач, да, чтобы непосредственно ваше... Оберег для дома, защитить ваш дом от невзгод и плохих гостей. Что за дерево? Это тик, но не старый тик, очень ценится старый тик, который отстоялся, уже выдержанный длительное время. Ну, по хвосту видно, что слон тоже молотый, тик тоже. Друзья, но у нас времени очень много, давайте, может быть, вам хочется успеть понять, вот как вот в этом случае бороться с трещинами. Здесь я хочу показать еще один вариант с использованием этого же клея. Поскольку я уже говорил, этот клей, цианоакрилат, полимеризуется при воздействии, при контакте с органикой, можно использовать порошок... Что это? Порошок этого же дерева, тика, взять его в щепотку, положить вот сюда. То есть это опилки, да? Да, 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 мелкие опилки, которые из-под крупной наждачки выходят. Вот так вот положить. То есть у вас вообще все идет в дело? Что-то вы отшлифовали наждачной бумагой, опилки собрали и сохранили? Тик, как сухое дерево, и макароны, когда посыпают, это сыр. Ну, можно, я, чтобы ускорить это, положу сверху, да, но можно с использованием ножичка уплотнить на всю глубину. Это нужно так сделать, да? Да, конечно. Давайте, может быть, это сделаем сразу, как нужно. Так. Да, он достаточно легко входит, и вот еще достаточно пространства, чтобы положить... Олег, скажите, пожалуйста, к Сабланку заходит кто чаще всего, женщина или мужчина? И не случайно, Лена сегодня в мастер-классе. Мне кажется, женщинам-то гораздо интереснее посмотреть, потрогать, да, вот как раз этих лошадок, там, лягушек, узнать. Вы расскажете всю историческую подоплеку, какой тотем, да, вот, для чего это, что означает. Историю каждого экспоната, да, вы рассказываете? Мне кажется, покупатели 80% это дамы. Они любят мелкие предметы, мужчинам больше нравятся крупные, серьезные вещи, такие как статуи, большие панно. Ну, посмотрите, по-моему, отреставрировалось. Да, все нормально. Все. Все, неудачи от нашего слоника отошли? Слушай, а... Ну, еще не совсем, нет-нет-нет, еще хвост не отреставрирован. Теперь берем супер-клей. Тот же самый. Самый крыл. И аккуратненько проливаем его на этот слой, который туда вот утрамбован. А если он капнет случайно на стальную древесину? Мы уберем. Уберем. Ну, что можно сделать? Чтобы убрать, чтобы здесь не было контакта, лучше смахнуть кисточкой то, что просыпалось у нас. Что не нужно. Ни в коем случае не. Он со стружкой войдет в контакт, а с этим деревом нет? Потому что это дерево подготовлено. Потому что это дерево покрыт воском. Все понятно. То есть покрытие, оно защищает. Да, конечно. Это, как я уже сказал, клей хорошо полимеризуется при присутствии воды, а кожа содержит воду нашу. Поэтому очень хорошо склеивает пальцы рук. Будьте осторожны. Мы проливаем его. Будет заметить небольшое испарение. Лена, у тебя было в детстве какое-то увлечение? Ты собирала, может быть, такие тоже какие-нибудь коряги, делала из них каких-то изделий или что-то? Нет? Нет, ты знаешь, вот как-то коряги не припомнишь, что я собирала. Понимаешь, потому что говорят, что это вообще открывает какие-то новые способности. Вот видишь, Олег Виктор тоже раньше не путешествовал, а потом вот увлекся. Так, и что мы делаем сейчас? Вот смотрите, он уже там затвердел. Сразу сюда? Да, можно еще просыпать сверху. А вы без перчаток работаете, да? Да, ну, контролирую. Контакт. Я убрал лишнее. Так. И теперь нам остается что-то? Покрыть так же воском, да? Теперь дальше нужно обработать. Если ровная поверхность, можно использовать наждачную бумагу. Если поверхность такая, которая имитирует кожу слона, здесь, конечно, нужно будет подрезать еще. Ага. Чтобы совсем, да? Сделать такую же сложную работу. Но если вы попробуете, вы почувствуете. Что он уже твердый абсолютно. Что там достаточно твердая субстанция внутри. Давайте оставим нашего слона, потому что, я думаю, он справится. Тем более, что... Попу слона мы уберем. Да. А что не так вот в этой лягушке? Во-первых, Олег, поддемонстрируйте, что это музыкальный инструмент. Лена связана с музыкой с детства, да? Или что это такое? Это отпугивать комаров? Я не знаю, может быть, привлекать в дом как раз каких-то добрых людей? Может быть, это звук превращает волосы мужчинам, которые обладают свойством Брюса Уиллиса. Что делает эта жарка? Хотел сказать, что это лягушка, которая сделана с одного куска дерева. Ух ты. Она пустая внутри. Сделана таким образом, что она резонирует звук при проведении вот этой палочки. Рака-рака, по-моему, называется этот инструмент. Да, да, да. Клакает. Звук очень комфортный для человека. Мы ее называем медитационная лягушка. Потому что человек миллионы лет жил с лягушками рядом, возле водоемов. Некоторые живут до сих пор, понимаете, со змеями. Потрясающе. С лягушками целующих, они все равно не превращаются почему-то в хороших женщин. Да, лягушка не живет в грязной воде, вы знаете, да? И многие экологические организации используют лягушку-жабу в виде символа. Вот такой, катализатор. Скажите, а ее покупают лягушек часто, да? Каждый день. Каждый день. Каждый день. Почему? Потому что это символ финансового успеха, достатка в доме. Но надо не забывать почесывать ее периодически. Просто надо не забывать работать, наверное, при этом. Не просто почесывать лягушку, не просто сидеть. Звук комфортный. И, как мы говорим, он помогает человеку отдохнуть, быстро восстановиться. Мысли приходят мудрые в голову человека под эти звуки. Ну вот у нас есть непосредственно хвостик слона или слон в домике, как я называю, памятник Ленинградскому зоопарку. И маленький слон, да, вот еще у нас. Да, нет, извините, я хотел сказать про лягушку. Что с ней случилось? К сожалению, лягушка сделана с куска дерева, в фрагмент которого попала сердцевина. Если вы посмотрите воздействие, на подбородочке, или как это назвать, нижней части лягушки, есть отверстие 2 мм, которое представляет собой сердцевину, и от нее радиально расходящиеся несколько лучиков. И это слабое место, в общем-то, да, из культуры? То есть, я так понимаю, что она становится... Да, я рекомендую нашим россиянам-туристам при приобретении сувениров посмотреть внимательно на предмет, изучить его. Но вы же помогаете своим клиентам, когда они приходят к вам, да? Нет, если наши россияне находятся за границей и приобретают самостоятельно. Как справиться с выбором? Да, в данном случае есть еще один способ, достаточно простой. Для этого, я хотел рассказать обязательно, нужно взять клей ПВА, поливинил-ацетатную эмульсию, которая продается везде, желательно погуще, высокой концентрации. В нее внести методом замешивания тот же порошок, который влияется опилками мелкими. Замешать-замешать. То есть, это уже вы замешали долго, да? Да, я уже замешал заранее. Чем вы гуще замешаете эту массу, тем меньше будет усадка при высыхании. Олег, я понимаю, что время у нас, к сожалению, подходит к своему логическому завершению. Давайте вот прямо сейчас, буквально 10 секунд, скажите, пожалуйста, вот что нужно делать, от чего мы пришли, да, вот от чего-то сломанного, какого-то изделия. Как справиться вот быстро, пошагово, может быть, с каким-то дискомфором? Да, хочу сказать, что не надо расстраиваться, при высыхании дерева возникают трещины, бывают поломки, это не должно вас пугать. Существует много способов лечения. То есть, вы доктор, да, еще получается? Ну, конечно, ты же не понял, мы занимаемся лечением, ножки приклеиваем, хвостики. Айболит? Практически, да. И с использованием материалов, которые нас окружают, все это можно проделать. Вот на раме, на картине, я так понимаю, тоже, да, то, что вы уже... Да, рама вот предварительно уже в трещины, в стыке, произошла усадка, поскольку это необычное дерево, это мангровое дерево. Это естественная структура дерева, да? Да, мангровое дерево, которое растет в прибрежной зоне, его объели морские животные, таким образом, хорошая, интересная, загадочная фактура дерева. Фактура, да, такая получается. Но это дерево в воде, оно очень влажное, и оно дает большую усадку при высыхании. Соответственно, оно было сделано и привезено к нам, дало небольшие трещинки. Они были закрыты вот этим материалом, ПВА с порошком, он высох. Теперь осталось только зашкурить и положить на него воск, затемненный воск. Осталось только нажать непосредственно адрес, где же находится этот рай, где находится этот клондайк, по имени Касабланка, чтобы наши телезрители и телезрительницы приходили, находили подарки и, может быть, спрашивали, вот, а может быть, приносили к вам, говорили, вы, кстати, помогаете людям, да, вот, например, если мне... К вам можно туда приехать? У меня сломалось, например, вот, черепаха. Да, мы как бы даем пожизненную гарантию на изделия, и все покупатели у нас предупреждены, если что-то случилось, даже, ну, нечаянно уронили предметы, они могут принести нам эту сломанную вещь, и мы ее вылечим. Спасибо большое. Я так понимаю, что Касабланка – это целая сеть магазинов, да, их несколько по городу, поэтому просто, друзья, ищите, в общем-то, выбирайте ближайший к вам. Я так понимаю, что с любым предметом, привезенным откуда-то из дальних тропических стран, вот, может, такая неприятность случиться, потому что это свойство дерева, но поэтому не нужно переживать, есть замечательный специалист, а теперь вы некоторые секреты, друзья, знаете, благодаря нашему сегодняшнему гостю. В гостях у нас был сегодня Олег Зверев, владелец сети магазинов Касабланка. Конечно, мы попросим его попрощаться с телезрителями на одном из языков, который он, может быть, уже выучил в путешествии по миру. Наверное, многие знают, что по-тайски «здравствуйте и до свидания» звучит «савадиха». Если это говорит мужчина, если это говорит девушка, она должна сказать «савадиха». Савадиха, друзья. Сложить при этом руки, положение рук зависит от статуса и возраста человека. О, великий гуру деревянных непосредственно, да, наших зверюшек. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня в гости. Да, друзья, мы увидимся в половине второго в студии на Невском проспекте. До встречи.